Здравствуйте! С понятийного аппарата это тот самый закон, я правильно понимаю, 218-й, который еще прошлогодний, в прошлом году его приняли, который выводится поэтапно, и в том числе с июля он упразднил свидетельства бумажные, да? Это, скажем так, череда тех законов, которые в том числе и упразднили бумажное свидетельство, и 218-й федеральный закон, на сегодняшний день он будет объединять два закона, это закон о кадастре и закон о государственной регистрации, который действует на сегодняшний день. С 1 января это будет единый закон. Во исполнение этого закона мы к нему подходим, правильно вы заметили, поэтапно, издается уже множество федеральных законов и также других нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность этого закона. Если я не ошибаюсь, 35 нормативно-правовых актов уже созданы, да, это приказы Минэкономразвития, различные там постановления распоряжения, но это еще не все нормативно-правовые документы. Мы ждем до 1 января еще... 35 законов, это по сути реформа, да, всего законодательства в этой области? Ну, в некой мере, да. Ну, почему про свидетельство спрашиваю, потому что обращаются периодически в редакцию, до сих пор, правда, их отмели, как без них живется? Действительно, уже не выдаете, да, бумажные вот эти вот свидетельства на землю, там, на квартиру? Да, на сегодняшний день же есть тождественный документ, это выписка из Единого государственного реестра прав, она приравнена абсолютно к свидетельству, поэтому смысла никакого на отдельный документ у нас нет сейчас. И, соответственно, удивляться не стоит, если вам не выдают такое свидетельство? Конечно. Ну, и еще одно масштабное изменение, то самое уже с 1 января, это теперь объединение двух больших баз данных, теперь ЕГРП с ГКНом, так называемым, то есть отдельно у нас регистрировались права, отдельно объекты недвижимости, теперь как-то вы собираетесь это все совместить? Я правильно понимаю? На самом деле, на сегодняшний день эти базы, они взаимодействуют между собой, то есть если объекта нету в ГКН, то вы не сможете на него зарегистрировать права, то есть внести его в базу данных ЕГРП. Фактически, то есть это сейчас просто делается в разных программных комплексах, но у нас, естественно, безусловно, постоянное взаимодействие идет с базой данных ЕГРП. С нового года это будет единый государственный реестр недвижимости, это называется, то есть единая база данных. Вот всегда удивляла, а зачем вообще изначально было два разных реестра? Я купил квартиру, вот она квартира. Почему нужно отдельно было идти регистрировать права, а отдельно объект? В чем как бы смысл-то юридический? Ну, суть это, наверное, поэтапное вообще подхождение, поэтапный подход к процедуре учета недвижимости как таковой. Немножечко тут, наверное, нужно уйти тогда в историю, да, и закон о регистрации прав у нас от 97-го года, а закон о кадастре недвижимости у нас от 2007-го года, то есть фактически у нас кадастровый учет появился позднее, да, как явление, чем государственная регистрация прав, да, то есть поняли, что все-таки нужно учитывать ту недвижимость, на которую потом регистрируются права. И вот прошло еще 10 лет, и от этого принципа мы как бы отказываемся, то есть теперь это все объединяется, и право, и объект? Теперь поэтапно, естественно, мы приходим к тому, что все-таки судьба объекта без прав на него, эти понятия, они неразрывны. Так, и, соответственно, теперь порядок действий. Купил я квартиру, куда идти? Вот на примере на Подзолково, да, у вас хороший такой есть пример, есть отдельно вход для рекопалаты, отдельно в кадастры. Нужно было сначала и туда, и туда забегать, а теперь что? Сейчас вы идете абсолютно в одно окно. У нас и сейчас реализован принцип единого окна, то есть вы можете прийти для постановки на кадастровый учет, подать в одно окно и регистрацию, и учет, да, документы. На сегодняшний день, то есть с 1 января, 218-й федеральный закон, он определяет ряд случаев, по которым государственный кадастровый учет и госрегистрация прав осуществляется только одновременно. Например, та же постановка, да, то есть когда объект возникает, это связано с возникновением и прав на него. Соответственно, процедура единая. Так, а если вторичный рынок, то есть объект уже возник, у него был владелец, я купил у него, теперь нужно только права перерегистрировать? Вы просто приходите и перерегистрируете права. Если при этом не возникает необходимость вносить какие-то изменения в сами характеристики объекта, то на государственный кадастровый учет заявления вы подавать не будете. Это тоже законодатель прописывает. Соответственно, если первичный рынок только-только появился, объект, или я только-только построил дом, хочу его зарегистрировать, я пишу два заявления? Нет, это будет одно заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав. То есть собрано... А вы уже там внесете и в кадастр, и в... А мы уже у себя, да, вносим и в кадастр, и следом. Ну, там технологически в любом случае процедура завязана на том, что сначала нужно поставить объект в кадастр, да, и подтвердить его существование фактическое, да, а потом только мы говорим о возникновении прав на него. Ну, это уже технология, как бы скажем, внутренние, да, какие-то порядки действий. Но для заявителя, конечно, это будет более удобно в том плане, что он пришел, отдал документы и потом получил готовыми свои документы с соответствующей регистрационной надписью. Так все-таки две базы продолжат свое существование или будет какая-то... Это будет единая база, просто будут два раздела. Два раздела одной базы? Да, два раздела одной базы. И называться это будет уже, наверное, не ГКН, не государственная кадастровая недвижимость? Это будет называться Единый государственный реестр недвижимости. ЕГРН. ЕГРН. То есть нам нужно пойти в ЕГРН, ЕГРН был раньше, да? Как это может сказаться на сроках, вот такое вот объединение баз? На сроках, безусловно, это сказывается только положительно. То есть все законодательство, которое объединяет все наши единые учетные процедуры, оно направлено на то, что сроки будут, безусловно, тоже сокращаться. То есть, например, если та ситуация, о которой мы говорили, нужно поставить на учет и зарегистрировать права на объект, это будет осуществляться в течение 10 рабочих дней. Две операции, если мы одновременно? Ну да, как бы две операции, как сейчас мы это принимаем, будет это одной операции в течение 10 дней. Сейчас такая процедура тоже есть, как я уже тоже выше говорила. Есть понятие единого учета, да, по принципу одного окна. Но тогда, на сегодняшний день, срок государственной регистрации начинается только после того, как объект встал на учет. Сначала объект, потом, да. Да, сначала объект, потом, ну, соответственно, срок, конечно, может быть в разы длиннее, если, тем более, какие-то проблемы с постановкой на учет. 30 дней там, по-моему, да, было на данный момент? Ну, там нет общего срока для этой процедуры. А если по отдельности рассмотреть, если мне только права нужно зарегистрировать? Если только права, то это будет 7 рабочих дней, а если только кадастровый учет, это 5 рабочих дней. Для примера, сегодня по 221-му федеральному закону у нас на кадастровый учет 10 рабочих дней отводится. То есть два раза фактически срок сокращается. Это, ну, достаточно весомое такое сокращение сроков. Ольга, а что делать с ситуацией, если мне ничего не нужно регистрировать? Вот у меня была там квартира, было зарегистрировано право, и ничего не собираюсь делать. Мне после января 2017-го нужно какие-то телодвижения делать, какие-то заявления писать? Нет, абсолютно не. Вы сами все сведете? Телодвижения, конечно, база у нас, то есть фактически все, что было ранее, у нас конвертируется в новую базу. Вы уж простите за такой вопрос, а как можно потом проверить, не напутали ли чему при объединении? Ну, функция предоставления сведений у нас также и остается. То есть можно заказать сведения, да, либо зайти на наш сайт www.rosreaster.ru и там на публичной кадастровой карте посмотреть свой объект, найти его по кадастровому номеру и посмотреть все данные, которые о нем содержатся. Либо выписку заказать? Да, либо заказать выписку. Теперь она уже будет выпиской из ЕГРН. Из ЕГРН. И, кстати, по срокам предоставления выписки какие-то упрощения будут? Да, тоже срок сокращен до трех рабочих дней. Сейчас это пять. Тоже все с января заработает? Тоже быстрее, да. Но фактически, например, у нас в филиале сроки сокращены нашим внутренним приказом. То есть мы уже готовимся к этому переходу плавно, да, чтобы для нас потом это не было очень стремительно. И, допустим, по портальным заявкам, которые подаются вот как раз через этот сайт www.rosreaster.ru, срок обработки запросов составляет вообще один день. Ну, а если вы приходите в пункт приема, то это два либо три рабочих дня. Угу. Ольга, еще этим законом, насколько помню, собирались ввести принцип, как он называется, территориальности, когда я, например, в Красноярске хочу зарегистрировать гараж в Минусинске и могу это сделать, ну, не покидая Красноярска. То есть вот так вот дистанционно. Это будет реализовано? Да, конечно, этот принцип будет реализован. То есть на сегодняшний день, даже на сегодняшний день, да, если вы находитесь в пределах, там, края, вы можете, по крайней мере, по кадастровому учету, да, подать заявление, например, в Минусинске о кадастровом учете. А с 1 января то же самое будет. Допров? Да, да. А это вы говорите только в пределах края, если в Кемерово я купил квартиру или гараж? Ну, на самом деле, законодатель на сегодняшний день стремится к тому, чтобы этот принцип был реализован. Мы ждем программный продукт, ну, надеемся, что нам позволит это, конечно, наш новый программный продукт и новая база. Хорошо. И еще из обещаний, когда вот этот закон приняли, этот пакет законов обещали ввести систему оповещения, чтобы ваши специалисты предупреждали человека, если какие-то там действия с его собственностью происходят. Ну, понятно, от мошенничества все это же должно было защитить. Это будет? Действительно, да, на сегодняшний день эти положения содержатся в 218-м федеральном законе. И более того, есть уже и нормативно-правовые акты, которые регламентируют порядок направления этих уведомлений. Это как СМС-уведомления, так и уведомления посредством сообщений на электронный адрес. Ну, в зависимости от той информации, которая у нас будет содержаться о заявителе и о правообладателе. И это уже реализованное тоже действует? Нет, это не действует, это будет действовать с 1 января. То есть положение соответствующее уже есть. Технически мы на сегодняшний день, может быть, не совсем понимаем. Но предполагаем, что это будет просто функционал нашего программного обеспечения, которым мы пользуемся. Ну, у вас телефоны сотовые есть? Всех? Это как это СМС-ки рассылать? Ну, скорее всего, это все-таки будет посредством интернет-ресурса. Через почту электронную? Ну, конечно. Вот в каких случаях это может казаться полезным? Действительно ли для территории Краснодарского края это актуальны какие-то проблемы? Что без моего ведома могут чего-то сделать? Насколько это актуально? Может быть, это просто актуально для собственника понимать, кто запросил сведения, например, на принадлежащий ему объект. Да, то есть если нам приходит запрос о предоставлении сведений, 218-й закон предполагает, что мы оповещаем собственника об этом. Ну, в общем-то, в каких-то случаях, наверное, это может быть действительно важно. Оповещение. Кто же проявляет интерес к моей собственности. Интересная возможность, хороший функционал. Это была Ольга Рычкова, инженер кадастровой палаты по краю. Это была программа интервью. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok